На каком основании его удалили в прошлом судебном заседании при допросе потерпевшего? Какая норма права вообще-то подосматривать? Там ссылка была, чтобы не причинять бред потерпевшего? Подождите, какая норма права? Она есть? Да, конечно. То есть можно удалить? На допрос можно удалять. Вопросы он не может задать, да, в день? Он вопрос может задать, не опоследовательный, то есть он задает вопросы, его удаляет, вопросы озвучивают, но это решение судей. Я сейчас с точки зрения законодательства спрашиваю, а не с точки зрения судей. Судья, увы, видит, он нарушает право на защиту? Нагло и из ЦРМа. Да, мы спутим, наверное, на аспекты нарушения права на защиту. В смысле, наверное, вы сомневаетесь? Вы меня решили, что подскаживать? По-моему, очевидно, что в данном судебном заседании происходит беспредел. То, что не допускать защитника. Вообще, у вас какая-то позиция, согласовываясь, согласовываясь? Ну, я не... Что вы доводите до суда? Вот, вы сейчас в качестве колбаса... Защитника. Защитника. На основании доверенности, да, ну, понятно, что я не допущен, но в любом случае мы готовили защиту. Разговора со мной по поводу, значит, определения защиты со стороны, значит, настоящего подсудимого не было. Невероятно. На все мои попытки выйти с ним на контакт. Я являюсь адвокатом по назначению. Вы эту мысль до судей довели, что с вами позиция защиты не согласовывалась с доверителем? А зачем? Потому что вы обязаны защищать его интересы, а у вас не согласована позиция. А он настаивает, что вся позиция согласована именно со мной. Да я никому ничего не обязан говорить, например, вам. Нет, вопрос не о том, что вы обязаны, а о том, что его интересы должны защищаться. В его интересах сказать... В данных судебных заседаниях и председательских действий каких-то нарушений закона я не вижу так. То, что касается меня, я его все податайства, какие он был заявлен, я их поддерживаю. Правильно же? Всю ситуацию какая, я вас поддерживаю. Смотрите, ваше поддерживание не заключается в вашей защите. Вам нужно донести до суда. Я разрушу, не буду. Послушайте, я вот можно выскажу свое мнение? Потому что все-таки я его интересы представляю. Я считаю, что его нужно защищать, а не создавать видимость присутствия адвоката по назначению, защитника. Поэтому надо до суда... Я с вами ничего обсуждать. Я с вами не обсуждаю, я просто вас прошу. Я вас не прошу, я требую в данном моменте. И требовать тоже не имею никакого права. Значит, сделаешь устное заявление об отказе от данного адвоката в связи с наличием конфликтной ситуации. Услышал меня? Не вопрос. Услышал. То есть мы меняем в данном случае защитника по назначению в связи с тем, что он себя ведет таким вот образом. Услышал меня? Да, понял. Все, давай, удачи. Продолжение следует...